Отношения к маршруткам у рязанцев разные. Одни считают их головной болью города, другие – суровой необходимостью. Причина проста. Маршрутки не выходят из сводок ГИБДД. За прошлый год они совершили более 10 тысяч нарушений ПДД. Выявлено более тысячи станий исправностей автомобилей, которые нередко приводили к ДТП. По вине водительных транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, произошло 115 ДТП, в которых пострадало 169 человек и 12 человек погибли. В 2018 году сотрудники региональной госавтоинспекции в рамках надзорных полномочий провели 163 проверки организаций и индивидуальных предпринимателей. Из них 77 неплановых и 86 плановых проверок. Данные мониторинга администрации города скромнее – около 450 нарушений. Самое распространенное – это несоблюдение расписания движения. Причиной называют пробки. Расписание составлено таким образом, что в принципе водителям устраивать ралли на дорогу города не имеет смысла. Все возникает из-за того, что у нас уличная дорожная сеть достаточно перегружена, и водители стараются сократить интервал, то есть попасть в то расписание, которое ему предусмотрено. За это иногда возникают такие ситуации. А значит, могут пострадать пассажиры. Жителям города напоминают, что при чрезвычайной ситуации им может помочь обычный проездной билет. На нем указаны даты и время поездки, а значит, он является важным документом. Отрывать билет нужно самостоятельно при наличной оплате и просить чек при безналичной. В случае нештатной ситуации, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо причинение какого-то вреда имуществу в общественном транспорте, данный документ будет являться подтверждением права на компенсацию по страховой выплате. Один из громких скандалов последних дней – неверное списание средств при поездках в красных маршрутках. Стоимость проезда – 21 рубль, а у людей списывали все 23. Нам пояснили, что сбой не носит системный характер, однако в месяц поступает до 20 подобных обращений, связанные они с человеческим фактором. Водитель утром, когда выходит в рейс, он выбирает номер маршрута, по которому он едет. В системе предусмотрены маршруты со скидкой, маршрут без скидки. Водитель, к сожалению, в данном случае ошибся и выбрал маршрут без скидки. За этот день это была единственная операция, которая была совершена с этой ошибкой. Выявление ошибки происходит автоматически один раз в месяц. После проверки неверно списанные деньги возвращают обратно на карточку. Представители УНКИ пояснили, что писать заявление или обращаться по телефону не требуется. Исправлением ошибки занимается автоматика. В целом, по словам представителей администрации, мониторинговые мероприятия являются эффективными и позволяют держать ситуацию под контролем. С нарушителями проводятся профилактические беседы.